Для львов февраль 2018 года станет месяцем урожайным. Ведь именно сейчас, в конце зимы, вы будете пожинать щедрые плоды всех тех трудов, которые прилагали все последние месяцы. Единственное, львы, о чем вам все же не следует забывать на столь благодатном отрезке, это элементарная осторожность в общении со своими завистниками. Нет ничего странного в том, что в феврале львы получат таки результаты всего, к чему они так старательно продвигались. Этот крупный успех гарантирует вам сразу два могущественных покровителя. Для сравнения, ваши антагонисты в конце этой зимы будут предоставлены в единственном экземпляре. Итак, на стороне львов, как и прежде, будет дневное светило солнца. В феврале солярная энергетика, неспосланная на вас, будет очень сильна. Именно это поможет вам без большого труда довести до конца все свои грандиозные начинания. Еще одним вашим преданным другом в феврале будет Сатурн. Он нейтрализует все, что попытаются предпринять ваши завистники. Этой помощи будет достаточно для того, чтобы вы львы смогли наслаждаться своими победами. И не переживая о том, что кто-то начнет ставить вам палки в колеса. А теперь самое время узнать, кто же из планет вдруг рискнет омрачить вам период триумфов. Эту миссию на себя возьмет меланхоличный Нептун. Не удивляйтесь, львы. Если по его вине, даже наслаждаясь большими победами, вы будете периодически задавать себе один и тот же вопрос. «Действительно ли я достоин или достойна этой победы?» Но ничего, самокритичность вам, львам, наверняка не помешает и не будет лишней. Февраль 2018 года для льва – это будет время, когда вам стоит усмирить свой пыл. Не проявляйте слишком настойчиво инициативу. А напротив, более интересным и полезным будет для вас общение и внимание в другой точке зрения. Именно объединяя противоречия и уважая своих коллег, знакомых и друзей, вы, львы, сумеете добыться большего от любой ситуации. А возможно даже и понять нечто важное для себя. И найти ответы на некоторые философские вопросы, которые в той или иной степени волнуют каждого человека. Одним словом, львы, общаясь с другими, вы будете познавать себя. Это такой интересный и парадоксальный месяц, который вам обещают звезды. Львам важно помнить, что в 2018 году вы сами творцы своей собственной судьбы. У вас есть возможность направлять свою жизнь в желаемое русло. И никто вам не пообещает, что это будет легко. Но самое главное – не ошибиться с выбором направления. Поэтому в первых числах февраля 2018 года многие из львов еще будут ощущать ритмы январского лунного затмения. Особенно те львы, которые родились с 3 по 7 августа. И сталкиваясь с препятствиями или проблемами в первой половине февраля 2018 года, львы, не вините других в своих неудачах. Даже если свежие идеи и нестандартные предложения возникли у ваших партнеров, то стоит к ним прислушаться. Проявляя мудрость и великодушие, и готовность к диалогу, вы с успехом преодолеете сложные моменты. И к концу месяца, львы, обратите ситуацию в свою пользу. В последнее время у львов менялось видение мира. И ряд позиций вы тоже пересмотрели. И открывая что-то новое для себя в окружающем мире, вы, львы, обретали иной взгляд на взаимоотношения с другими людьми, на партнерство и сотрудничество. Благоприятные дни в феврале для львов будут седьмого, десятого, двенадцатого, семнадцатого, восемнадцатого и двадцать шестого февраля. Неблагоприятные дни – это четвертое, восьмое, девятое, одиннадцатое, четырнадцатое, пятнадцатое, двадцать второго и двадцать третьего февраля. В течение всего февраля две тысячи восемнадцатого года львы будут окружены самыми разными людьми. И среди этих людей наверняка найдутся такие, кто приглянется вам и к кому приглянетесь вы. Поэтому воспользуйтесь этим временем, если вы одиноки и разочарованы в прежних привязанностях. Ну а если у вас уже есть пара, то будьте осторожнее. Сохранить и то, и другое вам вряд ли удастся. В феврале 2018 года у некоторых львов возникнут мелкие проблемы в семье. Покажется, что из отношений ушли гармония и любовь. Но не нужно преувеличивать, львы, существующие проблемы. Просто отбросьте в сторону приступы ревности и желания командовать. Стремитесь превратить в игру разногласия с любимым человеком. И не бойтесь львы показать партнеру свои чувства. Но не превращайте все в театр одного актера. Возможно, в некоторых случаях отсутствие взаимопонимания приведет к необходимости завершить такие отношения. А если вы в душе не готовы к расставанию, то внесите в свои отношения что-то новое. Или просто отправьтесь в путешествие, чтобы пережить еще раз второй медовый месяц со своим партнером. Февраль 2018 года для льва четко делится на две половины. Для первой половины месяца характерно подавление эмоций и повторение старых ошибок, а также возвращение к старым обидам. А вот начиная с романтического праздника, с Дня влюбленных, у львов наступает чувственный и эмоционально насыщенный период в личной жизни. В зарождающихся романтических отношениях львы способны проявить жизнерадостность, бурную и огненную страсть, стараясь завоевать партнера. Также в феврале 2018 года львы, будьте внимательнее к своим детям. Именно сейчас невыполненные обещания будут восприниматься детьми почти как катастрофа. Поэтому не подвергайте малышей такому стрессу и выполните все, о чем вы договаривались с ними. Этот принцип двухсторонний. Не забудьте с любимого чада спросить то, что вы ожидали от него. Это будет продолжением воспитания чувства ответственности с прошлого месяца. Если вы с головой погрузитесь в мир детей, то вы вернете себе душевное спокойствие и хорошее настроение. А любые их увлечения, совместные игры или занятия спортом с детьми, праздники и развлечения подарят минуты счастья и снова вернут вас с детства. В феврале 2018 года энергетический потенциал львов невысок. Но до серьезных заболеваний дело не дойдет. В том случае, если заботиться о своем организме и не проверять его на прочность излишествами. В первой половине февраля 2018 года у некоторых львов могут возникнуть сложности с диагностикой и постановкой диагноза. И поэтому потребуются повторные процедуры. Также в феврале наиболее вероятно обострение хронических заболеваний у львов, особенно наследственного характера. При физических нагрузках львы будьте аккуратнее, старайтесь не подвергать суставы излишней тяжести. А последняя декада февраля льву благоприятно для водных процедур, а также для физических нагрузок в воде. Например, это могут быть акваэробика, плавание. Это поможет поддержать ваш организм в тонусе. В это же время также особенно эффективны и косметические процедуры. В финансовом отношении февраль 2018 года для льва весьма неплох. Но речь здесь не идет о собственных деньгах львов. Возможны переговоры о получении кредита, о какой-то финансовой поддержке партнеров или о спонсорской помощи. И такие переговоры пройдут успешно. И в марте львы вы получите то, что планировали. А тем ли вам, кто не связан с миром бизнеса, можно рассчитывать на помощь близкого человека. Это могут быть родители, а также это могут быть удачные операции с недвижимостью. В феврале 2018 года звезды львам не рекомендуют безалаберно относиться к своим обязанностям на работе. А также в целом придерживайтесь закона и порядка. В противном случае львы, высосточащие чины найдут на вас управу. Знаете, так бывает. В какой-то момент в данную оплошность и не заметили бы. Но только не сейчас. Февраль 2018 года – это точно не то время, когда стоит напомнить о своих заслугах и требовать признания, как материального, так и морального львы. Будьте терпеливы и получите все с лихвой. А львам-служащим рекомендуется быть скромнее и более внимательно выполнять свою работу. Не следует идти наперекор общему мнению и ставить под сомнение авторитеты. Дружба и уважение тех, кто старше, опытнее вас и влиятельнее вас, сделают многое для вашей карьеры львы. Поэтому помните об этом и старайтесь быть дружелюбнее. А если планируется командировка в феврале, то тщательно подготовьтесь к ней и не упускайте из виду никаких мелочей. Весь февраль 2018 года для львов до предела будет перегружен контактами, какими-то встречами, переговорами. И, скорее всего, большая их часть пройдет успешно и принесет вам неплохие возможности улучшить и профессиональное, и финансовое положение. В феврале 2018 года львы предприниматели и начальники будут заняты укреплением своего дела, его расширением или развитием. В связи с этим, вероятно, различные операции с недвижимостью, а также более пристальное внимание к работе подчиненных. Отношения с некоторыми партнерами несколько осложнятся, и причиной тому будут различные представления о финансовой базе бизнеса или претензии материального характера. Однако эта ситуация временна и благополучно урегулируется ближе к концу февраля или в начале марта. В феврале у льва отношения с коллегами из других городов или стран будут развиваться неплохо. Также, возможно, удачная поездка. В работе будет важен не только ваш профессионализм львы, но и опыт, накопленный старшими коллегами. Постарайтесь найти для себя то, что способно вас вдохновить. И это должны быть какие-то возвышенные цели. Например, желание покорить мир. Одиноким львам в феврале 2018 года звезды предсказывают душевные переживания по поводу несоставявшейся любви. Ну что же, львы, иногда жизни приходится расставаться с теми, с кем нам не по пути. Но не нужно сильно грустить и хандрить. Ведь льв на пороге новой взаимной любви. Но если ситуация с депрессией зашла слишком далеко, то в феврале 2018 года можно обратиться к психологу. И опытный специалист подскажет вам, львы, как справиться с внутренним дискомфортом и как повысить свою самооценку. Главное, отпустите свое прошлое, чтобы ярче жить настоящим. Присматривайтесь к своему окружению, и тогда в феврале судьба сведет вас с достойным и надежным человеком. Он не только избавит льва от стресса, но и сможет вселить море оптимизма. Кстати, о такой заботе и поддержке вы мечтали давно, львы. Цените ее. Звезды в феврале 2018 года для льва приготовили новое и увлекательное хобби. И если это хобби начнет приносить прибыль, то это будет еще приятнее. Только львы, вам совет, будьте энергичны, чтобы реализовать задуманное. Тогда и избранник посмотрит на вас другими и более влюбленными глазами. А у семейных львов в феврале 2018 года ожидается не самый безоблачный период. Может быть, так на ваши отношения с супругом действует морозная погода? Семейные пары переживают не лучший период совместной жизни. Львам нужно сдерживать порывы и стать уступчивее. Даже если темперамент вашей львы рвется наружу, то контролируйте его, приходя с работы домой. В крайнем случае, лев может на время расстаться с любимым человеком. Ну что же, поживите у родителей или у друга, чтобы буря страстей немного утихомирилась. Во время своеобразной передышки друг от друга вы сможете в феврале 2018 года пересмотреть взгляды на многие вещи. Также звезды советуют львам больше доверять своему избраннику, а не преследовать его повсюду. Ваши частые звонки львы, подозрения и выяснения отношений могут испортить замечательные отношения. В феврале 2018 года лев даже на время засомневается в своем выборе и решит изменить личную жизнь. Главный совет – не спешите, не спешите с выводами. Состояние раздражения и злости пройдет, а вот любовь уже не вернешь. Хороший способ в феврале 2018 года избавиться от сомнений и принять важное решение в спокойной обстановке – это уехать на недельку в деревню. Звезды советуют львам в феврале 2018 года. С 1 по 7 февраля львы не обращайте внимания на задержки и мелкие препятствия, но и не расслабляйтесь и продолжайте уверенно заниматься своими делами. Не пускайте их на самотек. А с 8 по 15 февраля используйте новые методы и подходы в работе и общении с людьми. Также, львы, смело пробуйте себя в том, о чем не имеете ни малейшего представления. Сейчас время экспериментировать и идти навстречу новым возможностям. А с 16 по 22 февраля львы несмотря на поток событий, не забывайте позволять себе маленький отдых. Несколько приятных моментов, которые доставят вам настоящую радость. Это может быть поход в театр, долгожданная покупка или встреча с друзьями. А с 23 по 28 февраля львы жизнь поставит вас в условия, которые покажутся вам дискомфортными. Окажите материальную помощь тем, кто в ней нуждается в этот период. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»